Привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у Алёнушки. Сегодняшнее видео пойдет о пеларгонии. Какими методами я буду сохранять в зиму, чтобы у меня на следующий год было хорошее красивое цветение моих пеларгоний. Потому что как они в этом году цветут, если вы подписаны на мой канал и видели мои видео, то в этом году очень красивое и пышное цветение пеларгоний. Обязательно сниму видео, какое цветение в сентябре, как они развиваются. В ближайшее время постараюсь снять видео. Но сегодня я хочу вам показать, как очень легко и просто, хотя видео уже одно было по укоренению черенков пеларгонии. Но сейчас сентябрь месяц я продолжаю укоренять, потому что не все сорта еще укоренила. Снимаю черенки и в дальнейшем потом эти горшки с этими же кустами я просто сделаю обрезку и они мне будут в горшках в этих сохраняться. Но это будет чуть позже, потому что еще у нас тепло, даже достигая до 30 градусов жары в днем. Я проживаю в регионе Курской области. У нас стоит очень хорошая погода, поэтому пока что в данный момент я с горшками ничего делать не буду. Но в дальнейшем эти горшки все я сохраню и они мне будут храниться в доме, на окошке. Можно, конечно, если у вас сухой подвал, есть зимняя теплица, конечно, можно срезать и почти что под пенечки маленькие оставить. И занести в подвальное помещение, либо в теплицу зимнюю. Но я буду содержать зимой этот цветок как комнатный. Поэтому обрезка под самый корень, где будут оставлены одни пеньки, я так делать не буду. Конечно, я обязательно сниму видео, какая будет обрезка для хранения уже в квартире, какую я буду проводить обрезку. Вы это все увидите. Поэтому сейчас, в данный момент, я уже в основном укоренила черенки. Сейчас просто один череночек вам сниму и покажу, как я это делаю. Потому что сейчас, в данный момент, очень легко и быстро она укореняется. Если у вас есть пеларгония или, может быть, у соседей растет пеларгония, можно взять череночек, попросить укоренить, и у вас будет тоже красота. Значит, что я в данный момент делаю? Я беру черенок, нахожу череночек. Можно любую макушечную зону взять, то есть можно взять прикорневую зону. Вот смотрите, в прикорневой зоне они очень хорошо растут. И я, конечно, сниму вот этот череночек. Вот он, черенок я сниму в прикорневой зоне, потому что еще цветение красивое, обильное есть. Вот черенок. Сейчас сам горшок я уберу уже, чтобы вам наглядно лучше видеть. Здесь уже у меня укореняются черенки. Посмотрите, то есть сегодня я снимаю. Я оставила всего один стаканчик. Хочу вам показать, как я буду укоренять эти черенки. Потому что на примере одного стаканчика, я думаю, вам понятно и ясна будет сама процедура. Берем грунт. Грунт у меня купленный с магазина. Цветочный грунт, живая земля. Обязательно дренажное отверстие в стаканчике. Я насыпаю грунт, проливаю стаканчик. Вода впитывается. Берем корневин или любой укоренитель. Я думаю, в магазинах сейчас есть много вот таких препаратов, с которыми можно укоренить. Немножко как раз полежал у нас подсох. Он должен, ну, 3-5 минут подсохнуть наш черенок. Нижние листочки я обрежу вот так. И обрежу, если у вас есть, пускаю цветоносы, бутончики, да, бутончик обрежу, чтобы наш черенок не тратил силы на формирование бутончика дальнейшего. Берем сам черенок, опускаем в корневин. Стряхнули. И опускаем в этот грунт, который мы увлажнили. И немножко примяли у основания. Все. Вот наш черенок готов к тому, чтобы... Накрывать я ничем не накрываю. Теплички я для пеларгонии никакие не делаю. Они очень хорошо укореняются. И потом в дальнейшем у нас будут красивые цветущие растения. Либо на участке, либо в горшичных каких-либо уголочках. В цветниках, клумбах и так далее. Поэтому сейчас еще сентябрь месяц, начало сентября. Если не успели еще укоренить пеларгонии, укореняйте. Черенки послужат потом в дальнейшем маточными кустами. С них мы будем брать черенки. Если, конечно, в горшках есть пеларгонии, я тоже буду оставлять. Но обязательно сниму вам видео и покажу, как я, в каком виде буду оставлять уже горшечные пеларгонии. Можно даже, их очень большое количество, как сохранить. Можно даже, если места много занимает горшок, можно из горшка брать черенок, высадить, корневую систему стряхнуть, высадить более помельче горшок и тем самым хранить. То есть будет отдельное видео, что мы будем делать, если у нас в больших горшках они цвели и развивались. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи, красивых цветов. До новых встреч. Пока-пока.